Здравствуйте! Это «Время арт». А это значит, что в ближайший час мы, как всегда, будем говорить о прекрасном и вечном, об искусстве. Ведь в непростые времена именно искусство помогает скрасить наши будни с интересом и пользой провести освободившееся время и вдохновиться творчеством. Тем более, что интернет-пространство, как никогда, переполнено предложениями. Знаменитые галереи мира устраивают виртуальные экскурсии, лучшие концертные залы организуют видеотрансляции в режиме онлайн. И даже находясь дома в самоизоляции, артисты все равно не перестают быть артистами. Они продолжают активно репетировать, фонтанируя идеями и креативом. А результаты своего домашнего творчества смело выставляют в соцсетях. КОНЕЦ Центр культуры Витебск также перешел в режим онлайн. Несмотря на то, что хореографические, вокальные, театральные студии временно отменили занятия, воспитанники продолжают заниматься любимым делом дистанционно под руководством своих педагогов. Эти уроки они снимают на видео, которым затем делятся в социальных сетях. Такая творческая инициатива вылилась в настоящий флешмоб. И это не единственный проект Центра культуры. В эти дни здесь запускают и серию онлайн-концертов. Все наши ребята, которые сейчас находятся на таких вынужденных каникулах, они скучают по своим занятиям. И наши руководители не ограничились просто перепиской в Вайбере, а начали снимать видео. И вот такой вот ЦК на связи, флешмоб, который мы запустили, он и помогает не просто быть где-то на удалении и просто не контактировать. Он помогает развиваться в творческом плане, потому что они не просто присылают свои видео, каких-то упражнений, но они получают обратную связь и им говорят, вот это правильно, вот это неправильно. И когда только мы вернемся, мы обязательно покажем, я думаю, хороший результат. Ежедневно мы выкладываем в наших аккаунтах концерты, которые уже находились в записи. Это из фестиваля современной хореографии, из славянского базара, из наших текущих мероприятий. А по пятницам как раз-таки мы будем каждый вечер встречаться онлайн со зрителем и обязательно общаться. Мы вот начинаем с инструментального жанра, также мы думаем, что будут это и вокалисты. Ну и мы предполагаем, что один из вечеров мы посвятим вечеру поэзии. Я думаю, что это поспособствует поднятию духа людей, потому что действительно же очень многие проблемы внутри нас. И мне кажется, что надо в этот момент всем мобилизироваться, быть вместе. И вот на таком даже онлайн расстоянии, слава богу, наши информационные технологии помогают. Мы сможем видеть друг друга и обмениваться какими-то эмоциями. Мы запускаем флешмоб. Делись видеокадрами занятий дома в любой социальной сети. Ставь текст ЦК на связи, отмечай аккаунт Центра культуры и не забывай делиться с друзьями. Забавные ролики попадут к нам на страничку. Будь на связи вместе с Центром культуры. Если вы временно не можете пойти в музей, то музей придет к вам. Этот девиз сейчас очень популярен среди музейщиков всего мира. Даже вернисажи зачастую проходят в онлайн-режиме. Так, в Витебском художественном музее в компании виртуальных зрителей открылась персональная выставка Светланы Баранковской «АйТекс». Состоит она из четырех знаковых инсталляций, созданных недавно, но уже получивших высокую оценку и признание профессионалов. Сегодняшняя выстава «АйТекс» — это новый для меня погляд на текстильное мастацтво и в уголе на мастацтво Беларуси, якое зараз идет в контексте с мастацтвом сучасным. На гэтой выставе представлены фрагменты с проекта «Белый шум», який у саутрстві Статьяны Маклицовой отрымау гран-при на шатвертой у сибеларускай треянале декоративно-пракладного мастацтва. Вельми хотелось показать его у Витебску, але, на жаль, нема такой великой площы, якую за ним займае гэты проект. Але йон вельми сурьезна узял на себе увагу минавитогось у гэтых стенах мастацкага музею, у гистарычных стенах. Темболь, што Габелин, йон завсёдыв, йон патрабуе, йон просить помешканню з гисторой, йон просить помешканню, які прожили життёю, у яких гэтая коралевская мастацтва становица больше живым, больше сапраудным. А тое, што яно декладно сучасное, каже я ше і сам назову выставы. Дарыша, я вельми долга вагалася, ціх гэта будзе шум, ціх гэта будзе ноу айс без снега, без морозу, ціх гэта будзе ў воголі мяне нема. Але я спинілася на вузь гэта афіші, яка я зараз перед Мастацким музеем, у якой прописана айпад, айфон, айтэкс, айтец, айчына. І кожны абирае пасабе, кожны выбирае, ўчым жыць, жыць ў лишбувай просторы, жыць ў просторы рукотворной, ўчалавечай просторы. І нават ў концепція я просто прописала, што ў наш глядаш вельми разумны, і сучаснае Мастацтва патрабуе таго, каб глядаш саудзельняшо ў стварэнні Мастацтва. І таму атрымовываецца, што ў гэтай выставі замест концепцыі пакінуты чысты белы аркуш, на якім кожны глядаш можы прейсці і напісаць, а што ж ён адшувае? На сам рэш, тут амаль нема веўленчых прац. Адзіннае, што ёсь, гэта праца памяті маўго таточкі, татава шафа, гэта татавы кашулі і газеты тых часоў, які ён жыл. І кашулі, які я так і не смагла ні выкінуць, ні перадаць камусьці, ні аддаць, ні спаліць, я нічога не смагла з імі зробіць, яны сталі творамі Мастацтва. Ваще Светлана человек такой фонтанирующий ідеями, живой, очень активний. У нього всега є нові якісь ідеї, нові рішення. І роботай маўсте, ми роботай маўска проєкта маўсте, нам помагаўе консолідувати обші наші усілия. І вот така дружба, і творческа дружба, і консенсус творческих ідей, він, каўшно, дуже дорогого стоїт. Ві ж знаєте, в мире багато було дуэтів, коли работали люди вмісти. І одна голова, кажа, хрошо, а дві – лучше. Очень горжусь дружбою з цим чоловеком, дуже ценю наші с нею отношення, і ценю то, що ми вмісті делаємо, і ценю їе, таке, слово таке непомерне, да, наверно, огромне желання роботати в текстилі. Які кагаўни, яка, збагаўще підрізвати. Збагаўсе, яка, збагаўне. Збагаўше, яка, збагаўне. Які кагаўне. Это, в общем-то, очень интеллектуальная выставка, но в то же время в ней есть много позывов для простого зрителя. Вот я за моей спиной, тут выезд работа, которая на меня действует. Я вспомнил выражение Аристотеля, который когда-то сказал, ну это древнейший греймический мыслитель, сказал, что художник – это первый политик. Я долго не мог понять смысл этого слова. А потом, на мой погляд, я считаю, что он имел в виду того, что художник – носитель искренности чувств. В политике, наверное, точно так же, чтобы убедить, нужно быть очень искренним. Тогда можно людей убеждать. Вот эта вот работа ее как раз и раскрывает смысл того, что я сказал. В ней ведь эта технология, которую она использует – это запечатанные слова. Там в этой как бы развертке работы миллионы запечатанных слов. Сегодня это просто слова, способ художника что-то выразить. А ведь за этими словами стояли судьбы миллионов и миллионов людей. Как все-таки время безжалостно относится к словам. Ну и еще на меня действует работа, называется «Океан острова». Мы живем в этом океане людском. И в то же время каждый из нас, как личность, мечтает об островке, где бы его душа могла бы отдохнуть от этой суетной жизни. Вообще на эту выставку нужно приходить многократно, для того, чтобы с раскрытой душой воспринимать и пытаться понять, что выразил данный художник. Продолжение следует... Виртуальные экскурсии зачастую получаются даже более информативными. Они помогают увидеть детали, которые глазу обычного посетителя музея недоступны. Например, к 450-летию со дня смерти великого художника Питера Брейгеля-старшего один известный портал предложил пользователям изучить 11 картин этого мастера, принадлежащих Музее истории искусств в Вене, с помощью инфракрасного излучения. Этот метод позволяет понять, какие изменения вносились авторам в полотна, а может быть и приблизить к разгадке его знаменитых изобразительных головоломок. Хоть и без рентгеновских лучей, но мы также сегодня попытаемся расшифровать некоторые рисунки Питера Брейгеля из серии «Семь смертных грехов». Фантазия, доходящая до безумия, тонкий вкус, остроумие и прелестная техника. Пожалуй, именно так можно кратко описать творчество великого художника Питера Брейгеля-старшего. Свою творческую карьеру Брейгель начал как рисовальщик. До наших дней сохранилось около 120 его рисунков. Среди графических работ Брейгеля самой провокационной, масштабной и значимой считается серия «Грехи», которая состоит из изображений «Семи смертных грехов» и композиции «Страшный суд». Произведения этой серии можно рассматривать часами. Каждая мелкая деталь – значительно, каждый образ – саркастическая аллегория, а в действиях персонажей можно легко найти отсылки к народным пословицам или строкам библейского писания. Главный антигерой всего цикла рисунков – женщина. Несложно догадаться, что Брейгель таким образом подчеркивает библейский сюжет о грехопадении Евы. Лень Смертный грех лень представлен в образе спящей женщины, не замечающей ничего вокруг. Ни улиток – символов медлительности, наползающих на ее платье, ни беса, подкладывающего ей подушку. Это очередная отсылка к народным пословицам, ведь, как звучит одна из них, лень – это подушка черта. Женщина облокотилась на осла. Это глупость – постоянная спутница ленья. Еще один символ слабоумия – цифра 11, на которую указывает рука на циферблате. У лентяев справа – пусто за столом. А неподалеку монстр тащит повозку с человеком, пытающимся есть прямо в постели. Из ветхого строения высовывается гигант – особый тип духовной и физической лени, иллюстрирующий нидерландскую поговорку «Лентяй не стыдится ходить до ветру на людях». Гордыня Дама в роскошном платье на этом рисунке олицетворяют гордыню. У ее ног павлин – символ тщеславия. Здания на рисунке пышны, нарядно украшены, но не приспособлены для жилья. У них нет дымовых труб. Суетность тщеславного мира выражается в цирюльне – месте, где человек становится красивее, но этот образ омрачается сценами мытья волос и врачеванием зубов. Исход тщеславных людей печален. Гордыня и самолюбование загоняют их в адскую пасть, изображенную в центре истампа. Скупость Женщина, пересчитывающая монеты, – символ скупости. У ее ног мешки с деньгами и весы. Толпа мародеров пытается с помощью арбалета сбить суму с деньгами, застрявшую на крыше. А в это время воришка срезает кошелек у одного из них. В приступе жадности люди штурмуют сооружение в форме огромной кубышки, но им достаются лишь отдельные монеты. Монстр приманивает к себе наполненный мешок миской с единственной монетой, и тот не в силах отказаться от подачки. Справа вдали – гигантские весы, на которых решается судьба человека. Чревоугодие Пьющая из кувшина толстуха – символ пьянства и обжорства. Она восседает на кабане, нечистым животном, пожирающем все без разбора. На картине большое количество монстров, которые склоняют людей к обжорству и распутству. Гигантский человек, стоящий на коленях и заточенный в скалу, символизирует застой, как телесный, так и умственный. Он не в силах пошевелиться и вырваться из оков. Вдали – голова мельница, которую вместо того, чтобы производить, только потребляет. Чревоугодников ждет страшная смерть на астских сковородках, изображенных на заднем плане. Зависть На этом рисунке в центре мы видим уже привычный нам женский персонаж. Старая некрасивая женщина поедает сердце, указывая пальцем на индюка. Сцена представляет собой старинное выражение – зависть гложет сердце. А индюк – глупость, жадность и показную напыщенность. Еще один прекрасный символ зависти – две дерущиеся за кость собаки, которые не хотят уступать друг другу. Подаль видна очередь на примерку обуви. Монстры примеряют людям башмаки, как бы иллюстрируя поговорку – каждому человеку свой башмак. Зависть затмевает разум. В то время, как незадачливая торговка завидует своим более счастливым собратьям, монстр пожирает ее товар. Глухи к чужому горю монахи в похоронной процессии на мосту. Они закрыли лица, чтобы не слышать криков мольбы, несущихся с тонущего судна. Зависть разрушает человека, как разрушается гигант, плывущий в лодке. Похоть. Гиперболизируя чувственную невоздержность, Брейгель переиначивает старые астрологические и босховские символы. Обнаженная дева с распущенными волосами – символ вечного женского начала, предстает в объятиях чудовища. Ее разум отравлен питьем, которую ей преподносит второй монстр. Древнепланетарный смысл Саития, происходящего в прозрачной сфере, уничижается изображением демона, собравшегося в раковину. Слева – сад земных наслаждений, остров любви. Источник молодости превращается там в источник похоти. На дальнем плане – мельница, на которой перемалывают наказанных за похоть. Гнев. Женщина в латах, выходящая из шатра, – символ гнева. У ног ее медведь, олицетворение безудержной ярости. Вокруг нее – монстры, вооруженные булавами с шипами, пиками и стрелами. Олицетворение саморазрушительной ярости – некто в плаще, в шляпе с пером, с ножом в зубах. Он держит в руках склянку с кровью, собираемую из раны, которую нанес себе сам. Вдали и справа – монстры атакуют корабль с символом человечества – мировым яйцом. На дальнем плане – ужасные последствия гнева, горящая крепость и виселица. Страшный суд. Традиционно серия семисмертных грехов завершается сценой страшного суда. Центральная фигура Христа окружена трубящими ангелами. Рядом в облаках – фигуры святых. Глаза Христа обращены вниз к толпе грешников и праведников. На переднем плане – восстающие из гробов в окружении монстр. Толпа распределяется на два потока. Ангелы сопровождают чистые души, идущие в рай. Справа – адская пасть. В нее демоны заталкивают грешников. Картины Брейгеля поразительно современны. Серия рисунков «Семь смертных грехов» наглядно иллюстрирует, каким неприглядным, чудовищным, нелепым и смешным выглядит человек во грехе. Чувства, которые вызывают эти произведения, и сегодня дают нам силы сопротивляться низменным желаниям. Великий мастер своего времени сумел пронести свою мысль сквозь века и пространство. И, кажется, его произведения не устареют никогда. В период домашней изоляции очень скучают по своим зрителям и сотрудникам театров. О своих чувствах артисты Красноярского театра имени Пушкина решили сообщить весьма оригинально. В соцсетях появились их фотографии с ироничными табличками. Никто не спорит с гардеробщицей, никто не фотоет люстры. В театре всегда тепло. Этот скучающий флешмоб подхватили и другие учреждения культуры. Кроме того, в интернете доступны трансляции спектаклей. Артисты онлайн декламируют отрывки из литературных произведений, с радостью общаются со своими поклонниками. Обращаясь к нашему Витебскому театру, мы хотим рассказать о премьере, которую недавно представил режиссер Михаил Краснобаев. «Дом на мяжи» – трагикомедия по пьесам польского драматурга Славамира Мрожика поднимает актуальные и социально значимые темы посредством сатиры и гротеска. Славовир Мрожик в нашем театре. Я давно хотел поставить пьесу Карля, але она одна актовка, и вось наш загадчик литературной частки, Олей Замковский, мне, так скажем, подкинул «Дом на мяжи», и вось я решил сделать из этих двух одноактовых пьес одну пьесу под названием «Дом на мяжи». Чему Славамир Мрожик? Цудовный польский драматург. Драматург такого абсурдизма, але в этом абсурде все наше життя. Человек. Человек с его проблемами, с его проблемой выбора. Мы увесь сейчас стоим перед проблемой выбора малого, великого, и далей от него залежьте наше життя. Про гэты спектакль, и про тое, про человецство уголе, хто мы, што мы, куды мы лятим. Дазор, альбоу тартарары. Так что глядач сам зробит некие высновы, паглядевши наш спектакль. Выросли, што мяжа помиж державами пройде тут. Браво. Браво. Это вельми добро. Вельми добро выдать. Вы чекаете. Як это тут? Тут у вас. Ось, тут у моим доме? Правильно. У помешканне? Натурально. Про с гэты покой? И про спокой, и про с кухню. Зараз мы все наметим, коллеги. Прошу. Зараз, вы чекаете, як, Звета? Мы живем тут, спим. Я диму рож-тереш. Живите, спите. Мы только наметим и поймем. Тут у тебя, Затень. Тихо. Ну, что ты на это скажешь? Как подлогу не запыцкали. Я же помыла сегодня. Чули, панове? Из Крозняков кабни не было. Ну, что ж, хай будет по-вашему. Только верь мне просим. Чисто и аккуратно не бойтесь. Пойдите. Здарался так, что до нас у дом пришли чужие люди. Кали казать простыми словами, они называют себя дипломатами и будут рабить межи. Вот. То есть у наш дом пришло чужое. И это чужое наша территория начинает захопывать. И уже наш дом не становится нашим домом. У нас уже ложек на две половы делятся. На одной спеть муж, на другой сплю я. У нас уже есть шлагбаум празгеты ложек. У нас уже туалет у одной части дома. Кухня нашего у другой части дома. И вось наше життё починает рушиться за усяго гэтага. Наш звычайный лад життя. Героиня – это самый простый человек. Таких, яких сотни тысяч миллионы. Вось гэта один з гэтых людей, звычайная жанчина, якая живе бытом, домом, детьми, мужем, господаркой. А муж, я ген, бачить крыху далей. Он уже бачить, до чего все это приведет. А меню все так же турбуе, як же я у всех их прокармлю. А кроме ашафы, что я шестра, ты фикованная. Усё. Кладовка. Вось. Дякую за питание. Кладовка з'является основным господаршим объектом вашего дома. Але, вот тут не хвалюйтесь. Кладовка-то якраз находится в зоне Б. Там не так стреляет. А вот в зоне А мы передали слоек с вишнями, что на спирте, який стоит для буфета. Ведаете, что? Межа так построена, кабневодная сумежных держав не была покрыл, джана. Разумеете? Мы, мы зарабили воусим полную, идеальную рауновагу. Кладовка. Кладовка. А как я буду перемещаться по хате? Я не доброе питание. Деквось. Вы отримаете отповедные пропуски. И вам треба будет пройти двухбоковый помежный контроль. Всё продумано. Всё для людей. Всё для людей. Сады парадок. Сады парадок. Парадок. Конечно, парадок. Алле, бабуля загинула. Ещё раз. Примите наше спочувание. Несчастье. Инцидент. Несчастный выпадок. Прецедент. Як? Прецедентный инцидент. Вы, вы, бабулю. Мы? А кто? Это не мы. Это история. Тогда, тогда перепрошаю. Ничего, ничего. Мы устанем сразуметь вашу ситуацию. Человек сам не ведает, что в верзе так лёгко помылится. Вось, вось. Не сделайте помылки, коли будете притрымливаться от поведных правилам. А что? Что прадписывают правила? Правила выникают с от поведных норм. А нормы? Нормы выник принципу. Яшча пытания есть? У каждого человека есть свой выбор. Кали б я не не пустил бы в хату гэтых людей или не дозволил бы им зарабить мяжу. Все было добро. Ось. И по-перше, человек повинен быть человеком, стоять на своим, обранять свою семью, своих родных, не глядеть ни на что. Коли навод там пропануют некие золотые горы, трэба обранять свою семью и быть за ее. Да гэтыль мои клетки были звучайными клетками. Тепер яны клетки гисторычные. Гисторычные усе. Ось. Стол, талерка, лыжка. Кто ведая, може я сам, а? А може гэты и лепши. Прынамся усе стало медь значэнье не тое, что раней. И вось махчымо тольки тяфер. Я почаў бачыць ў сваім жыці некі іншы глыбокі гисторычны сэнс. Падумаць толькі. Столькі годов прожыл без гисторычных сэнсу. Змарнованы гады. Сто трэццэт сэм. Сто трэццэт сэм. Сто трэццэт восемь. Сто трэццэт восемь. Сто трэццэт девять. Угу. Я Дим. Перш за все нам трэба силковатца. Хать! Которая клёцка? Я которая клёцка? Трэба докладнить парадковый номер. Ти я ведаю. Вы забылися, что с поживания клёцок отбывается всеразмытную зону? А, правда. Ну! Каких раз так вы взяли? Я не памятаю. Не памятаю? Я прошу отказывать! Да, Что? Не? Сгодно с моей ведомостью 12. Гэта 13. Да вы что? Это ж не махтима! Не махтима, масть накладная! Этой весной арт-пространство на Толстого 7 заполнило живопись известного белорусского художника Бориса Лалыка. На фоне трендового несовершенства экспозиционного зала картины мастера выглядят еще более изысканными, поражают академическим мастерством и высоким профессиональным уровнем. Тематика разнообразна. Натюрморты с детальной проработкой пейзажи, навеяны детскими воспоминаниями, портреты дорогих сердца людей. Все эти произведения наполнены глубоким философским содержанием. Выставка называется «Трогвалая повесть», то есть как бы крепкая связь. Эта связь меня лично, мою внутренне с моими предками, с моей землей, с людьми, которые меня окружают. Такая символическая немножко связь, потому что узел можно по-разному интерпретировать. Как бы узел это символ Христа в зале, узлом это символ покаяния, смирения. Узлы в нашем быту бородавки удаляли, вязали узел, землю закапывали, в народе такие приметы. Я своим узлам придаю другую немножко интерпретацию. Зрители увидят и каждый по-своему ее интерпретирует. Некоторые работы Бориса Лалыка действительно были у нас на выставке художественным музеем, но выставку, которую он представляет сейчас здесь, она и называется по-другому и выглядит по-другому и содержание у нее несколько изменилось. Насколько я поняла правильно, эта выставка называется «Крепкая связь». Здесь основой выставки являются его узлы. И это ведь действительно имеет большой смысл. Все мы друг с другом связаны, все мы связаны с прошлым. А здесь как раз представлены те натюрморты, которые показывают эту связь современности и прошлого. И какое значение имеет для нас сегодняшних прошлое. И вот эти все крепкие связи, крепкие узлы, это еще и наши корни, наши предки. Здесь мы видим не просто старые портреты, которые похожи на старые фотографии, а переосмысление этих портретов, этих людей для нас сегодняшних. Это тоже такая связь поколений. Поэтому выставка звучит совершенно по-другому, смотрится совершенно по-другому и несет другой смысл. выставка на мастерской. Я вспоминаю выражение Достоевского, который говорил, что искусство всегда современное, потому что если художник вкладывает свое откровение, если он отражает свое время, то он будет всегда современен. Есть еще выражение Сальвадора Дали, художника, который говорил, что ты обречен быть современным, как бы ты ни хотел, потому что ты, если в этом времени не работаешь, ты уже современник. Это очень важно, потому что сегодня очень много вокруг этого демагогии, современное и несовременное искусство, и жизнь показывает, что подлинное искусство всегда современное. И вот художник Лалыка – это просто золотое к тому подтверждение. Он не только исповедует классический подход, особенно видно это в Нотермортах, он современен во всех своих отношениях. И прежде всего в том, что он обращается к народной памяти. Вот я смотрю вот эти вот работы, связанные с тем страшным временем, забвением, когда мы отринули веру, память о своих предках. И сегодня все это возвращается, и художник это нам напоминает о том времени, в котором мы когда-то пребывали. В условиях сложной эпидемиологической ситуации Витебская областная библиотека закрыла читальные залы, а в отделе абонемента действуют особые правила. Все книги, которые возвращают читатели, на несколько дней остаются в отдельном помещении. А чтобы взять новый экземпляр, его предлагается заказать по телефону или через интернет. Согласно решению область полкома и утвержденного плана по борьбе с распространением коронавируса, у нас с 30 марта читальные залы читатели не обслуживают. Работает только отдел абонемента и отдел детской литературы, который тоже в режиме абонемента работает. Остальные сотрудники читателей не обслуживают. Что касается приема литературы, которые приносят наши читатели, то мы приняли такое решение о карантинном содержании книг. Это значит, что книги мы принимаем от читателей, но мы их помещаем в пустом другом помещении на стеллажи и выдерживаем срок, несколько дней, для того, чтобы потом возвращать их в фонд. Потому что книги на руках у читателей, возможно, не были, и у людей, которым не здоровилось. Поэтому вот такие меры безопасности мы принимаем. На нашем официальном сайте мы рассместили такое объявление, дополнительная услуга, совершенно бесплатно. Согласно этой услуге можно заказать литературу по списку к определенному времени. Для того, чтобы прийти, минимально сократить пребывание времени в библиотеке. Даже если жизненные обстоятельства не всегда радуют, настроение может спасти хорошая книга. Уникальный сборник рассказов американского писателя-фантаста Рея Брэдбери «Кошкина пижама» полон как остросюжетных, так и светлых, добрых, немного сентиментальных рассказов о любви, дружбе и вдохновении. Сегодня с ними знакомит Александра Горюнова. Рубрика «Форзат» с вашим вниманием. Всегда бывает интересно взглянуть на творчество того или иного писателя с неожиданной стороны. И сборник рассказов Рея Брэдбери «Кошкина пижама» — это как раз одно из тех произведений, где автор выходит за рамки привычного для него жанра и пробует свои силы в десятках самых разных литературных направлений. «Кошкина пижама» — это сборник из 22 рассказов, 18 из которых ранее никогда не публиковались. Хронология написания рассказов растянута почти на 60 лет и включает в себя рассказы о жизни людей от Великой депрессии до современности и даже недалекого будущего. На страницах сборника мы встретим самых разных героев. Здесь и отшельники, которые пытаются найти покой и безопасность в полном уединении и даже изоляции от общества, но своими же руками создающие все условия для того, чтобы их безопасность оказалась максимально зыбкой перед лицом любого, кто решит вторгнуться на их территорию. Здесь и сенаторы, проигрывающие Америку штат за штатом, владельцу индейского казино. Здесь и писатель-гемофилик, который пишет неугодный роман, и чьи недобожелатели буквально не остановятся ни перед чем, чтобы пустить ему кровь. Здесь и старые южане-расисты, настолько очерневшие душой, что их собственные белые собратья отвергают их и помогают им, скажем так, с более полным и окончательным превращением в тех, кого они так ненавидели. И здесь же и тема любви, которая начинается буквально на пустом месте, когда два очень похожих человека просто случайно встречают друг друга на дороге. Здесь и супруги, заново осознавшие любовь друг к другу или, наконец, признавшиеся в полном равнодушии. Здесь есть даже призрак, убивший пятерых просто за то, как те были одеты, за их стилизованные костюмы нищих фермеров времен Великой Депрессии. Сама попытка надеть подобные костюмы просто ради игры, ради инсценировки показалась призраку настоящим богохульством и осквернением памяти сотен людей, пострадавших от бедности и несправедливости. Кошкина пижама Кошкина пижама – удивительно разносторонний сборник. От писателя-фантаста не совсем ожидаешь историй о расизме и тяготах жизни нищих фермеров времен Великой Депрессии, не ожидаешь светлых историй любви и дружбы. У Рея Брэдбери получается рассказать о самых заурядных событиях настолько захватывающе, что реальность на время становится фантастичнее любого вымысла. И постепенно, создавая атмосферные рассказы, автор заставляет читателя чувствовать светлую тоску и ностальгию по временам, свидетелем которых мы сами никогда не были. А философские и неоднозначные концовки многих его рассказов заставляют перечитывать их снова и снова, обдумывая каждое слово. Чем еще себя занять в освободившееся время? Например, взять и пересмотреть семейный фотоархив. Наверняка там найдутся снимки ваших путешествий. Самое время поностальгировать, а лучше помечтать о новых странах и поездках. Или вдохновиться снимками людей, которые сделали путешествие своей профессией. Как, к примеру, фотограф Джоуи Лоренс. Рубрика «Слайд» вашему вниманию. У большинства из нас есть и работа, и хобби. Чаще всего эти две сферы далеки друг от друга. Но даже у людей, чья страсть к работе настолько велика, что границ между карьерой и отдыхом нет, существует потребность вырваться из повседневности и посвятить время чему-то особенному. Молодой фотограф Джоуи Лоренс почти не расстается со своей камерой. Он успешный коммерческий фотограф. И даже если вы не слышали его имени, скорее всего, видели хотя бы несколько его работ. Джоуи Лоренс, а именно под таким именем он получил широкую известность, может похвастаться контрактами с такими клиентами, как Canon, National Geographic, Coca-Cola и даже национальная армия США. В его студии регулярно бывают знаменитые медийные личности, получая из рук фотографа сильные, харизматичные, волнующие портреты. Но успешные коммерческие съемки не делают Лоренса полностью счастливым. Его интересует и совсем иная жизнь, которой живут люди на других континентах, их судьбы, эмоции и быт. Моя страсть к путешествиям вызвана тем, что, когда я был младше, я мог передвигаться только в пределах Канады. Я много читал о разных странах, смотрел фильмы и фото, и сейчас, когда возможность путешествовать появилась, мое внимание сосредоточилось на отдаленных уголках мира. Мои личные фотосерии всегда были важны для меня, в первую очередь потому, что людям интересна моя работа, рассказывает Джои Эл. Сам Лоуренс называет свои работы стилизованными экологическими портретами. Ему удается установить особый контакт со своими моделями. Для него глубина поездки важнее, чем возможность увидеть больше мест или стран. Секрет Лоуренса в его подходе к людям. Он не скрывает, кто он и зачем приехал, не пытается стать частью племени, не провоцирует модель на откровенность и не навязывает себя. Когда люди начинают интересоваться мной, спрашивать, как и где я живу, кто моя семья, это означает, что у нас появился взаимный интерес. Контакт найден, и можно начинать съемки. Люди покажут себя открытыми и настоящими, потому что доверяют мне, говорит Лоуренс. После завершения работы Джоуи Элл часто навещает своих героев. Он перевозит им напечатанные снимки. Это важная часть процесса, не обмануть их доверие и поддержать честные отношения. Джоуи Эллоуренс также успешно работает в качестве режиссера. Он уже снял несколько документальных фильмов, хотя сам он их так не называет. О фильме «Люди Дельты» автор говорит как об истории, где люди играют самих себя. Это попытка обратить внимание общества не только на вымирающие виды животных или экологические проблемы, но на вымирающую культуру и племена. Цель фильма – поделиться их историями на мировой сцене. Благодаря таким фотографам, как Джоуи Эллоуренс, у нас есть шанс не только увидеть жизнь, которая так отличается от нашей, узнать о быте и проблемах людей, совсем не похожих на нас, но и попытаться понять их чувства, характер и посмотреть на мир их глазами. Накануне Католической Пасхи самое время напомнить себе о том, насколько важно оставаться добрым и внимательным к ближнему, помогать и заботиться друг о друге. Как делал это на протяжении всей своей жизни Добрый Добрев. За доброту, щедрость и аскетизм многие при жизни называли старца святым Избайлова и самым добрым человеком на планете. Звучит музыка Взбайлова Всех доверчивей и строже, Всех главнее и дороже в этом мире доброта. Совершенно справедливо поется в прекрасной детской песенке. И что, как не искусство, способно не только рассказать о самом главном, но и научить главному? Ведь оно призвано вдохновлять человеческие души. Что же такое доброта? Это душевное качество человека, которое выражается в нежном, заботливом отношении к другим людям. В желании сделать что-то хорошее, помочь, отзывчивость, стремление подарить счастье другим, сострадание, щедрость, забота, прощение. Все вмещает в себя это слово. Можно дать тысячи определений. Но только тот, кто сам творит добро и испытал его на себе, знают, что это такое. О доброте написано множество литературных произведений, картин, песен, снято фильмов. Добро всегда побеждает в сказках. Оно лежит в основе всех мировых религий. Но почему в мире его так мало? Как вернуть добро в жизнь семи миллиардов людей и стать добрее самому? Брать пример с тех людей, которые не могут жить по-другому. С тех, для кого это неотъемлемое свойство души, рвущееся наружу. Таким ярким примером является 104-летний нищий мудрец из Болгарии Добри Димитров Добрев. Известный теперь во всем мире как Дедушка Добри или Святой Избайлова. Болгарский народ еще при жизни называл этого простого человека душой и сердцем своей страны. Добре Добрев родился 14 июля 1914 года в крестьянской семье в селе Байлово. Всю свою жизнь он прожил в родном селе, где занимался земледелием. Пережил Вторую мировую войну и почти полностью потерял слух от контузии. О жизни Дедушки Добре известно немного. Он не любил рассказывать о себе. Не говорил о том, что заставило его оставить все, стать странником и заняться сбором подаяния. В какой-то момент Дедушка Добре поселился в приходском домике во дворе храма святых Кирилла и Мефодия в Байлове и принялся обходить окрестные села и города, собирая деньги на помощь храмам, монастырям и детским домам. За годы странствий Добре Добрев обошел почти всю Болгарию и пожертвовал сотни тысяч евро на благие дела. Сам живел очень скромную, аскетичную жизнь. Местные жители называли его самым скромным человеком на земле. Лицо Дедушки Добре всегда сияло радостью, счастьем и любовью. А людям, которые давали ему милостыню, он целовал руки и покорно кланялся, баловал детей подарками. «Самый добрый человек на земле» – такой титул присвоили дедушки мировые СМИ – одевался в традиционную крестьянскую одежду начала прошлого века – холщовый домотканый кафтан, штаны и лапти. Из денег, которые ему жертвовали, он ничего не брал себе, жил на государственную пенсию около 100 евро в месяц и старался сохранить в тайне все свои благие деяния. Однако люди, так нуждающиеся в доброте, поведали о нем всему миру. Об этом удивительном человеке был снят замечательный документальный фильм «Безмолвный ангел», который в скором времени выйдет на широкий экран, чтобы призвать людей творить добро и делать этот мир прекраснее через искусство, через поступки, примером своей жизни. Что поможет вмиг улучшить настроение? Конечно, улыбка. И непременно танец, утверждает заслуженный деятель культуры Республики Беларусь руководитель хореографического ансамбля «Зорька» Наталья Чернюк, которая, кстати, на этой неделе онлайн отметила свой день рождения. Мы поздравляем Наталью Александровну и в заключении нашей программы предлагаем то, что неизменно вызывает улыбку на лице и вмиг поднимает настроение. Фрагмент из выступления детского коллектива «Зорька». Фрагмент из выступления детского коллектива «Зорька» Редактор субтитров А.Семкин» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова